Мы пришли по ссылке. То, о чем мы все думаем дальше. Симулятор подводного плавания с Я думаю, Вайлит пытается сказать, что они подумают о следующем симуляторе подводного плавания. Вы знаете, что они говорят, Вайлит. Реализм — это все. У нас также есть набор компьютеров ACES в программе на этой неделе. Наш главный обзор — Супер Бамбоман на SNES. Я загляну внутрь самого большого компьютера, на который мы когда-либо оказывали плохое влияние. Хорошо, он ушел. Специально разработанный для тех, кто давно мечтает заняться дайвингом, но не хочет промокнуть. Ocean's Below для ПК отправит вас в подводное путешествие по всем самым интересным местам для дайвинга в мире. Итак, вы начинаете с этой карты. Вы можете отправиться куда угодно. Давайте посмотрим на Карибское море. Давайте посмотрим на более подробную карту, чтобы вы могли выбрать район для исследования. Хорошо, вот мы и на месте. Давайте проверим Косумель. Это звучит довольно экзотично. Мы сейчас в Косумелю. Хорошо, потому что это то место, где я хочу быть. Все эти значки внизу здесь позволяют вам делать разные вещи. Затем нажмите на бинокль. Это даст мне больше информации о Косумеле. Ласкаю северо-восточную оконечность мексиканского полуострова Юкатан. Если это ласкает северо-западную оконечность Мексики, я определенно хочу туда съездить. Так что давайте нырнем. Вы видите все эти кадры фильма всякий раз, когда ныряете вниз или выныриваете снова. И все они разные в зависимости от того, где вы ныряете. Хорошо, теперь мы на морском дне. И эта маленькая указка превратилась в очки всякий раз, когда вы можете рассмотреть что-то повнимательней. Давайте посмотрим на рыбу. Да здравствует королева рыб-ангелов. Да, я бы с этим согласилась. Да здравствует королева рыб-ангелов. Что такое статуя? Вы не каждый день увидите грандиозную статую Христа под водой. Нет, вы не должны этого делать. Я не хочу. Что это здесь? Не волнуйтесь, самолеты не падают с неба в уютную дыню. На коробке написано, что это самое близкое. Что вы сможете сделать, чтобы нырнуть, не промокнув? Но лично я думаю, что предпочла бы промокнуть. А вы... Не успел молодой человек договорить. Не успела, сказано, как сделано. Здравствуйте, ферлеры. Мне приснился действительно странный сон, в котором я был в разгаре жульничества, когда проснулся. Извините, ферлер, я просто сделал 40 подмигиваний. Мне приснился действительно странный сон, в котором я был в разгаре жульничества, когда проснулся. Это было для страны грез Кирби в Game Boy. В любом случае, вот оно. На титульном экране просто удерживайте нажатый клавишу B и выберите, и вы сможете начать игру, дав Кирби максимум до 9 жизней. Вот и все. Привет, Верна. О, здравствуйте, Ферлерс. Какой странный сон. Этот малыш звезда нашего главного обзора на этой неделе, не так ли? О да, это супер бомбермен в силках. Вы попадаете в ловушки самых разных лабиринтов, не так ли? А да, и чтобы спастись, нужно заложить бомбы и взорвать всех остальных до того, как они взорвут его, не так ли? А да, вы так мило выглядите. Эй, кто делает обзор? Это Айша. Есть два способа играть в эту игру. Это одиночный режим против компьютера. Хотя на самом деле это не лучший способ играть в нее. Это шестой уровень одиночного режима. Идея игры состоит в том, чтобы убить врагов, а затем перейти на следующий уровень. Просто соберите усиление, которое позволит мне пересечь желтые завалы. Я могу собрать целый ряд бонусов. Я только что разбомбила стену, которая убьет этих врагов. Некоторых врагов убить труднее, чем других. Например, этого желтого наверху, на которого нужно две бомбы. Это действительно лучший способ играть в нее. Вы можете использовать всего четырех игроков, и игра действительно приходит сама по себе. Хотя иногда она становится немного суматошной. Идея состоит в том, чтобы бомбить друг друга, и кто-то только что убил меня. И выигрывает тот, кто останется в конце. Для того, чтобы играть за игроков, вам нужно специальное оборудование, называемое мультитап. Графика и игровой процесс довольно просты, но в них очень легко играть. На самом деле это вызывает серьезное привыкание. Это блестящее преобразование классической игры Лорда Мига. Это отличная игра, и в нее очень весело играть. И поэтому, получив окончательные оценки за супер Бамбоман, девочки поставили ей восторженную оценку 4 из 5, а мальчики взрывную оценку 5 из 5. Вы никогда не можете быть уверены в погоде, не так ли? Даже здесь в студии говорят, вероятность дождя составляет 1%. Вы хотите посмотреть на это в Айлит. С вашей удачей вы окажетесь в 1% зоне. Теперь перейдем к отчету Z за эту неделю, последнему из его части планеты, Бостона в Штатах, где он находится на вершине метеостанции. Погоду предсказать труднее всего, потому что ветер, облака и атмосфера вместе составляют очень сложную систему. Вам нужны огромные вычислительные мощности, чтобы произвести все необходимые вычисления, чтобы понять, что происходит сейчас, не говоря уже о том, что произойдет в будущем. Одним из мировых лидеров в разработке компьютеров для использования в прогнозировании погоды является компания Thinking Machines. Это потрясающая машина Visa, самая мощная машина, которую они здесь производят, и она называется CM5. Она стоит крутых 30 миллионов долларов и представляет собой параллельный компьютер. У обычных компьютеров есть только один процессор, который может обрабатывать только одно вычисление одновременно. Так что, если бы у вас был небольшой домашний компьютер, вам потребовалось бы более 5 лет, чтобы составить прогноз погоды на завтра. Но параллельный компьютер имеет тысячи процессоров, поэтому он может выполнять тысячи вычислений одновременно. И поэтому он намного быстрее. Каждый из этих процессоров в 100 раз мощнее нашего домашнего компьютера, а их здесь более тысячи. Синоптики разрабатывают модели метеорологической системы. Они делят воздух на формы, подобные этой, или более сложные. Затем компьютер смотрит на то, что происходит с влажностью и ветром в каждом блоке воздуха, основываясь на информации, собранной со спутников и метеостанций. Два основных фактора, влияющих на погоду — это температура и активность океана, а также атмосфера над ним. Имитационные модели тестируются с использованием реальных данных. Даже с таким большим компьютером, как этот, проблема заключается в том, чтобы решить, какую информацию упростить, а какую опустить. Пройдет еще некоторое время, прежде чем у них будут ответы на все вопросы. Что я могу вам сказать с асцентной уверенностью, так это то, что завтра погода будет пасмурной с небольшим дождем. А теперь скажите, что еще потребляет много-много памяти и вычислительной мощности? Вы уже догадались, компьютерная графика. Карл Симс — художник-график, который помогает мыслящим машинам и взамен получает шанс использовать их компьютеры для развития своего искусства. Карл назвал свою концепцию искусственной эволюцией, когда вы говорите компьютеру, какие изображения вам нравятся, и он делает больше, пытаясь улучшить их. Мы можем просто продолжать идти, и потенциально все может стать еще сложнее и интереснее. Иногда это приведет к чему-то сумасшедшему и сделает все совершенно по-другому. А иногда это будет что-то неуловимое и просто внесет небольшие изменения. Но это совершенно непредсказуемо, и я не мог бы сказать вам, почему именно это было серым, или даже почему эти фотографии выглядят так, как они есть. Вы можете выбрать два ваших любимых изображения и приказать компьютеру трансформироваться и анимироваться между ними. Самая последняя работа Карла представляет собой комбинацию самых современных технологий искусственной эволюции, называемых жидкими клетками. Еще раз здравствуйте, Мошкара Безногая. Я построил свой собственный суперкомпьютер. Но в отличие от любых других суперкомпьютеров Мошкары, которые вы, возможно, видели в этой программе, я сделал свой полностью из крошечных миниатюрных компонентов. И это все. Я называю его небольшим транспьютером параллельных операций или сокращенно спад. Я могу запрограммировать его, вставив палец в это отверстие. Я думаю, что попрошу у вас дешевую игру Принц Персии на SNES. Итак, поехали. Принц Персии. Ай-ай-ай. На SNES. Ай-ай. Теперь, как только он рассчитал ки, я могу получить к нему доступ, сделав это. На экране кода введите H8J12 плюс Y, и вы попадете на конечный уровень с 15 зельями, готовыми сразиться с Великим Ковчегом Шипучки. Ха-ха-ха. Так что это H8J12 плюс Y, да. И мы переходим на заключительный уровень до с 15 зельями. Эй, здорово. А нет, суперкомпьютер, он отвалился. Должно быть, он попал прямо внутрь. Квадратный корень из 42 равен 6,4870 тысяч. 465, разделенное на 7,9, равно 58,86. Население Китая составляет 1,083,889,000 человек. А теперь еще несколько обзоров игр. Burning Crubber – это еще одна гоночная игра для Amiga. На этот раз вы проноситесь по дорогам Европы и Соединенных Штатов. Достаточно просто. Перейдем к Эй-эну. Это очень простая игра без каких-либо дополнительных функций. Графика очень плохая, и машина очень плохо управляется, независимо от того, какую из них вы выберете. Из машины открывается действительно странный вид. Вы выглядываете из переднего окна и видите перед собой свою собственную машину. Это трасса Барселоны. После некоторого наблюдения за этим полосы на дороге вызывают у меня тошноту, и действительно очевидно, что движется дорога, а не машина. Фон абсолютно жалкий, в нем ничего нет. В игре нет никаких подробностей, а препятствия действительно нереалистичны. Нигде в мире нет таких каменных глыб. Машина выглядит как вырезанная из картона, у нее нет никакой перспективы. Я не вижу смысла в этой игре. На каждой системе есть множество хороших гоночных игр, и это не может предложить ничего нового. Я думаю, что поступая более чем великодушно, стали ему один балл из пяти. Графика — это полный бред, и в ней нет никакой играбельности. Графика портирована, и играть в нее неинтересно. Боюсь, и оценки зажигания резины не очень хорошие. Девочки поставили ему две оценки из пяти, а мальчики — ужасную оценку из пяти. Сан-де-Хок — это трехмерный симулятор вертолета для Мега-Сиди. Вы являетесь частью штурмовой группы Крэг Комбат, чья работа заключается в том, чтобы рассеивать кризисные ситуации по всему миру. Вот кэш за штурвалом 73-метрового громового ястреба. Эта игра существует вместе с Амиго уже пару лет. Она была переработана и рестайлингована для Мега-Сиди, и она выглядит лучше, чем когда-либо. Цель этого уровня — уничтожить всех пиратов в Южно-Китайском море. Я должен уничтожить канонерские лодки. Как вы можете видеть, графика отличная, как и звук. Однако из-за ограниченного количества цветов иногда трудно разглядеть, где находятся ваши цели. Звук подсказывает вам, в каком направлении двигаться. Он предупреждает вас, если вы сбиваетесь с курса. В этой игре много миссий, всего около 50. У вас очень много разных целей. Вы должны уничтожить канонерские лодки, танки, узлы связи, даже странный самолет. Это быстро в это можно играть. Это лучшая игра на сегодняшний день для Мега-Сиди. Ее нельзя пропустить. Я люблю музыку, а графика фантастическая. Ради этого стоит купить мега-компакт-диск. Это героическая игра с блестящей музыкой и потрясающей прокруткой. Это очень весело. А оценки за Тендерхок девочки поставили ей полные оценки — 5 из 5. Но мальчики немного снизили оценку за то, что она не совсем хорошо контролировала ситуацию. Четверо из них из 5. Bad Influence теперь представляет полное руководство по компьютерам и вычислительной технике от А до Я, начиная с буквы А. Это просто. Буква А предназначен Энди молодому, чрезвычайно талантливому ведущему программы — это влияние. B означает босс, также известный как злодей конца уровня. Это главный персонаж мем в игре, который, кажется, всегда настигает вас как раз тогда, когда вы почти закончили уровень. Буква С означает «консоль» или «компьютер». На консоли, такой как Mega Drive или Snars, вы, как правило, можете играть только в игры, но на компьютере, таком как Atari 3010, вы получаете пакеты программного обеспечения, которые позволяют запускать такие вещи, как текстовый процессор, автоматизированное проектирование или этот пакет Paint. D — это диск. Компакт-диск, дискета или жесткий диск. Все они делают одно и то же, то есть хранят информацию. Разница между ними в том, сколько информации они могут хранить. Дискета может вместить столько же информации, сколько половина телефонного справочника. Средний жесткий диск, который обычно устанавливается внутри компьютера, может вместить столько же информации, сколько 100 телефонных каталогов. А компакт-диск может вместить еще 5 тонн, столько же. И это эксклюзив, то, что мы часто делаем в этой программе, то есть показываем вам вещи, которые вы больше нигде не видели. Вот так Dragon's Revenge — продолжение блестящей игры в пинбол с Mega Drive Dragon's Fury. F означает «фортлер». Это тот, кто думает, что нет ничего более увлекательного, чем возиться с внутренностями компьютера. Они, как правило, довольно плохо одеты, как наш главный технарь «фортлер» Мэтью. G — это для графики, это просто. Графика — это просто любая картинка, которую вы видите на экране. H — это аппаратное обеспечение, противоположное программному обеспечению. Аппаратное обеспечение — это любая машина, на которой вы можете запустить программу или поиграть в игру, например, компьютер или консоль. Программное обеспечение — это сами игры и программы, которые вы на нем запустили. Ой, не забывайте о программном обеспечении. Это то, что мошенники в жалкой попытке пошутить называют своими мозгами. Я за интерактивность, новая модная словечка в вычислительной технике, которая на самом деле ничего не значит. J — это для джойстиков и джойстиков. И то, и другое делает одно и то же. Они позволяют вам управлять персонажем или объектом на экране. Они бывают самых разных форм и размеров. От этого джойстика до этого джойстика. K означает килобиты. K — означает тысячу, как в километре или килограмме. Итак, килобиты — это тысяча бит информации. Вам нужно 8 бит информации, чтобы представить число или букву, так что в килобите вы получаете около 125 букв или цифр. Или около трех с половиной записей в телефонной книге. L — это для выбора уровня. Это серия букв или цифр. И при попадании в игру это означает, что вы можете перейти на следующий уровень, а не иметь место размещения в начале. Итак, здесь, в Мании Величия, меня есть CP, FDG, OLT, UMA, и это приведет меня к матери всех битв. M — это материнская плата, небольшой комплект, который выглядит вот так. Это то, на чем мы играем в ранней версии игр, потому что они не приходят к нам в картридж. Они приходят на этих чипах. Мы подключаем чипы к плате, а затем подключаем плату прямо к консоли. Теперь нам приходится использовать адаптер, потому что иногда мы получаем игру так рано, что они даже несовместимы с британскими системами. Это Plyfecters из Японии. N — это для Намру, печального технаря-берглера. O означает устаревшее. К сожалению, в мире вычислительной техники, как только вы распаковываете свою систему Mega Hyper Cheat Entertainment Drive, они выпускают другую систему в два раза дороже. R означает ПК, что буквально означает персональный компьютер. Изначально речь шла о конкретной машине, которая была произведена американской компьютерной компанией IBM. U означает QWERTY, название, данное стандартным раскладкам клавиатуры, которые поставляются с каждым домашним компьютером. Раскладка клавиатуры была взята непосредственно с клавиатур пишущих машинок и была разработана таким образом, чтобы самые популярные буквы не находились рядом друг с другом, потому что ранние пишущие машинки были склонны к заклиниванию. R означает реальность, виртуальную или иную. Виртуальная реальность – это название, данное новому виду игровой системы, в которой вы чувствуете себя так, словно погружаетесь в совершенно новую среду. S означает Sprite, что является техническим названием блока точек, которые движутся по экрану вместе как одно целое, как здесь Sonic или Luigi. T для технорей. Это когда дифтонговый офтальмологический парацетамоловый флангер не взаимодействует с турбоклестромным гироскопом. U означает «удобный для пользователя», что в грубом переводе означает «довольно сложный в использовании», в отличие от «неудобный для пользователя», что означает «совершенно невозможный в использовании». V – это для Vaporware. Это то, что обещает производитель, но никогда полностью не материализуется. Как экшн-игра Mark, которая включает SNES и NES, а также последнюю систему и Mega Drive, и она паркативна. А я дядя обезьяны. W – это для Windows, которая представляет собой программную систему, позволяющую управлять компьютером с помощью мыши, и нажимать на маленькие графические изображения, подобные этим называемой значками. X означает «H-рейтинг». Игровые компании сейчас начинают давать своим играм рейтинги, как фильмам. Последняя игра, получившая рейтинг – «Робокоп против терминатора». На коробке наклейка 16. Y – это йогурт, который очень вреден для вашего компьютера, если вы прольете на него немного, так что не делайте этого. Z означает Z справа, наш американский корреспондент. Z – единственная буква Z. Это его настоящее имя. Его мама назвала его так, потому что решила, что он определенно ее последний ребенок. Самая крупная наземная млекопитающая – африканский слон, который может весить до 7 тонн. В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов на двух других сторонах. О боже. Я думал, что никогда больше не перестану знать все. Мой последний чит на сегодня для ELEANS 3 на Mega Drive. Равно MC в квадрате. Перейдите на экран настроек, а затем используйте контроллер 2 и ведите C вертикально, вниз, влево, вправо и вниз, затем используйте контроллер 1 и начните игру вот так. И если вы хотите пропустить уровни, равняйтесь MC в квадрате. Просто поставьте игру на паузу вот так и нажмите C и B, и вы переместитесь вперед. Привет. Джон Логгеберт изобрел телевизор в 1925 году. Знаменитое стихотворение «Рифма древнего моряка» было написано Сэмюэлем Тейлором Колледжем. Площадь круга равна числу Пи, умноженному на квадрат радиуса. Верно. Вот и все. Тьфу, это исключено. Я сделал это. Какое облегчение. Энди Варрилет, не хотите ли залезть на мой компьютер? Это маловероятно нам. Если вы хотите прочитать поток данных, включите свой видеомагнитофон прямо сейчас. Призом конкурса на прошлой неделе был звуковой спинбол и мега-драйв, а вопрос конкурса состоял в том, в каком году произошел пороховой заговор. Ответ 1605 год и наш победитель Саймон Кушенг из Новича. Вы молодцы. Десять занявших второе место получат футболки с надписью «Плохое влияние», и ваши имена сейчас появятся на экране. Приз конкурса на этой неделе – СНЕС и целая сумка, полные вкусностей Супер Бамбаман, включая игру и мультитап. Вопрос в том, что означает Скуба. Звоните в своих ответах по номеру 891-7100. Звонки будут стоить не более 25 пенсов. Но убедитесь, что вы получили разрешение первого от того, кто оплачивает телефонный счет. Линии закроются в полночь в понедельник. И, наконец, кто-нибудь когда-нибудь говорил вам, что вы слишком долго играете в компьютерные игры? О, да ладно вам, они должно быть делали это раз или другой. Теперь мне грустно говорить, что у сил тупости появилось новое секретное оружие. Оно называется Модератор, и оно будет работать в любой системе. По сути, оно контролирует количество времени, которое у вас есть на игру. Видите ли, мне придется подождать еще полчаса, прежде чем я смогу продолжить игру в Казлов и Люжн. Модератор – это, по сути, электронный переключатель времени. А внутри у нас запечатан сетевой провод консоли и несколько переключателей, которые управляют периодами включения и выключения. Однако, будьте осторожны. Она не была одобрена производителями консолей, так что если вы используете свою систему с Модератором, и она выйдет из строя, вы можете аннулировать свою гарантию. Если вы сделаете то, что сделал я, и испортите его, у вас будут большие неприятности, потому что вы не сможете снова надеть пломбы. Внутри также есть электронное устройство, которое отключит всю систему, если вы начнете в нее вмешиваться. Мне кажется позором, что родители, которые покупают это, не могут доверять своим отпускам, чтобы они перестали играть в игры, когда пришло время делать домашнее задание или когда с них хватит. И эта штука даже не сообщает вам, когда она собирается отключить питание, так что вы не сможете сохранить свою игру. Держу пари, что это не будет первым в вашем списке Санта-Клауса. Но я уверен, что есть родители, которые выложат 49 долларов 99 долларов, когда эта вещь выйдет в конце этого месяца. Чисто и сухо, Энди. О, что? Нет. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!